Жители целого общежития неожиданно для себя переехали в новые квартиры, точнее остались они в старых, но вот номера изменились. Причем с какой целью и когда это случилось до сих пор неизвестно. Непонятно теперь и как оплачивать коммуналку, как оспаривать возникшие долги. Ситуацией разбирался наш журналист Александр Попов. Представьте, живете вы Александром и вдруг вас переименовывают в Павла, вашего соседа. На вас переходят его долги, приходят его счета и никак изменить свою новую личность невозможно. Подобная трансформация произошла в общежитии, только с номерами квартир. Ольга Леонидовна спускается за извещением об очередном судебном иске, на сей раз видимо от энергетиков. Десятки лет она оплачивала услуги как жительница 102-й квартиры. В этом году идут долги за 119-ю. Что интересно, по капитальному ремонту мне сразу прислали судебный иск, что я должна 7,5 тысяч заплатить с 2014 года. Мне пришлось капитальный ремонт вырывать все квитки, идти к адвокату. И только после этого удалось отбиться. Долг аннулировали. А вот соседу по этажу доказать, что квартира одна, но номера разные, не удалось. В капремонт я обратился, сказал, что вот у меня сейчас поменялся номер 107-й, но я раньше был 92-й. Мне говорят, а вы докажите, что вы раньше были 92-й, то есть покажите такую бумагу. То есть у меня даже не стали мои чеки рассматривать проплаченные. Когда произошло изменение нумерации, никто не знает. При приватизации квартирами на этажах сделали часть коридора и технических помещений общежития по адресу Вертковская, 18. Ориентировочно с 2007 года администрация района, она произвела, ну, перенумерацию делала. Эти данные она дала БТИ. И те, соответственно, составили новый техпаспорт. То есть добавили порядка 15 комнат, никого не предупредив. Представляете, что наша комната, если является 119-й, то где она находится, эти 13-17 комнат, я не знаю. В итоге путаницы везде. Нине Павловне звонили по 8 раз в день за долг по отоплению в квартире, которой она даже не прописана. Управляющая компания отсылает нас в Росреестр. Росреестр говорит, мы не имеем права менять номера. Нам дают сведения, вот идите в администрацию района. В администрации района, я сравнительно недавно была, я прихожу, говорю, я в Свердковской, 18. Ой-ой-ой, знаю ваш вопрос, не знаю, что делать. Я говорю, а кто знает? Вместе с сюжетом мы отправим запрос в районную администрацию, потому что тоже не можем понять, кто в квартирной чехарде должен отвечать за этот неподготовленный шаг, а также проконтролировать исполнение документальных изменений. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС. Новости ОТС.